Гроза, Василиса Мелентьева, горячее сердце, беспреданница и без вины виноватые. Костюмы героини из этих пьес Островского представлены на выставке в музее Симбирское купечество. Все они аутентичны и взяты из фондов Костромского государственного драматического театра имени Островского. Мы сотрудничаем долгие годы с государственным театральным музеем имени Бахрушина. И вот появилась такая идея, что в нашем музее можно было открыть именно такую выставку в сотрудничестве, в содружестве с Костромским музеем театрального костюма. На выставке можно познакомиться со сценическими костюмами актеров как столетней давности, так и современными. Например, один из костюмов Ларисы из пьесы «Беспреданница» датирован 1938 годом. Он отражает моду того времени. Именно тогда появились костюмы из жакета темных тонов и юбок в пол, сшитых из тофты. За стеклом на стеллажах можно увидеть элементы костюмов, напоминающие церковное облачение. И не случайно. В Костроме в 1917 году было 42 храма. В городе находилось огромное количество церковных предметов, облачения из дорогих тканей. Все это было не нужно тем, кто строил новый мир. Театр воспользовался этим, сохранив хоть что-то из истории. Но оказывается, Мирхольд и ряд театральных деятелей написали письмо с просьбой в театр отдавать эти ткани и церковные облачения, чтобы можно было использовать для каких-то таких постанов. Им разрешили. И здесь мы видим, как они говорят, спорки, то есть спарывали какие-то фрагменты с тканей. Если внимательно присмотреться, то можно заметить один единственный предмет из мужского гардероба – домашний халат. Таким образом, организаторы выставки хотели показать присутствие Островского на этой выставке. В таком же халате, отороченном мехом, писатель изображен на портрете Кисти Перова. Данный костюм был сшит тоже для спектакля в 1951 году. Кроме того, выставка богата программами, афишами конца XIX – начала XX веков, фотографиями актёров театра и эскизами костюмов, предоставленные Государственным центральным театральным музеем имени Бахрушина. Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.